Врач-эндокринолог в Одинцовской областной больнице поможет измерить вес, рост и вычислит индекс массы тела. Исходя из результата, даст рекомендации по питанию, спрогнозирует предрасположенность к различным заболеваниям. Что является нормальным показателем и, соответственно, риск заболевания сахарного диабета или артериальной гипертензии, то есть и других ассоциированных с ожирением, с избыточной массой тела заболеваний, он низкий. Такую подробную консультацию могут получить все желающие. По будням в 8, 10 и 12 часов в кабинете 109А работает школа здоровья для пациентов с сахарным диабетом. Также могут приходить родственники, у которых есть дома, например, домашние, кто болеет с сахарным диабетом второго типа или первого типа. Для того, чтобы понимать, какой образ жизни должен быть у данных людей, они сами должны знать, как правильно питаться, какой образ жизни, как измерять глюкозу правильно, как принимать препараты лекарственные правильно, и таблетированные инсулинотерапии, как ухаживать за стопами. Нужно понимать, какие осложнения могут быть при сахарном диабете и как их профилактировать. Василий Вакарчук с сахарным диабетом живет уже много лет, регулярно наблюдается у врача. Хорошо знает, что нужно делать при этом заболевании. Однако на лекции узнал много нового, ведь медицина не стоит на месте. Эндокринолог рассказал слушателям о влиянии различных продуктов на уровень сахара в крови. Именно для диабетиков этот показатель жизненно важен. Фруктоза, она не очень хорошо влияет. Практически у нее гликемический индекс практически такой же, как и у обычной глюкозы. Ну там 70-80 процентов, но она будет повышать вам так значительно. Стевия показана, она даже стевия обладает таким свойством, что немножко даже снижает глюкозу в крови. Сухость во рту, слабость, быстрая утомляемость. Это тревожные симптомы. После их появления следует незамедлительно обратиться к врачу. Но лучше их вовсе не дожидаться. Правильное питание, активный образ жизни, своевременная диспансеризация еще никому не навредили. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.